Формирование новых общественных пространств и целое благоустройство города Назарово для нас является руководителем приоритетной направлении нашей работы. И она совпадает одним из тем жестким требованиям ожиданий жителей города, власти целых и целых наших партнеров. Много направлений уже реализовано в следующем году. Мы сегодня будем обсуждать самое любимое место, самое перспективное развитие города, что-то парк Пироза Бороща и город, как всегда, понимание. И то, что в предшествующий период масштабные работы проводились в благоустройстве города, примыкающей территории от перекрестки улицы Советская, улицы Маркса до Березового Роща, это порядка около двух километров протяженности. Два этапа реализовывали очень успешно при активной поддержке правительства Красноярского края и министерства строительства. И плюс самой Березового Роща тоже два этапа реализовывали, тоже думаю, что очень успешно. Немаловажно подчеркнуть, невзирая на то, что очень ответственна римлянская проектная подготовка нашей обсуждения с жителями, с общественностью. На стадии реализации проекта всегда находились серьезные критические замечания с жителями. Я бы хотел, с учетом имеющегося вот такого опыта, который наработан, все-таки минимально допустить вот такие погрешности, вообще идеально бы их исключить. Серьезные были претензии, замечания со стороны наших жителей по экологии. Зона благоустройства затрагивала, в том числе, снос части старых деревьев. Не всегда жители находят понимание по той замене, тому наполнению, по озеленению, которое мы предлагали с проектировщиками. Когда проектируется на кабинете одно, это сверху на картинке зеленая зона воспринимается. Это наполнение, которое мы очень критически в прошлом сезоне саможители будем. Но нам удалось все-таки, потому что потаерная зона, присутся хвои на дереве, все-таки начинают таким образом нас это приведет. К сожалению, лето очень короткое и понятно, что у нас присутствует зеленый сформированных площадей, в том числе, в длинях и поле, дополняет наш зеленый фонд в городе. Но я, безусловно, подчеркиваю, что зеленый угроз – это уникальный природный объект, сохранившийся максимально наше участие, присутствие человека с теми проектами, которыми мы реализуем все-таки сохранить уникальный природный ландшафт и, конечно же, наполнить с теми ожиданиях жителей, которые есть. У нас очень сжатый период. Я бы хотел, чтобы максимально удалось нам увлечь жителей. До сегодняшнего совещания нашей встречи было такое активное обсуждение жителей наших. Я благодарен каждому, почти 6 тысяч человек приняли участие в обсуждении. Я считаю, что это довольно-таки масштабно, если учесть, что в зимний период мы около трех недель и 40 градусов мороза было тяжело было раскачать. И когда полуметровый снеговой покров вроде бы еще до периода зеленения времени было более чем достаточно, все равно люди приняли активное участие. Я публично каждый раз, когда есть возможность, я сегодня подчеркиваю нашим партнерам СОЭКО благодарность. Сегодня в зале не присутствует, с Миномой Мариной Михайловной. Мы где-то так всегда ее чувствуем, ее влияние, роль многолетняя. И я вернусь к тому, что буквально недавно была рабочая встреча. Впервые СОЭКО организовал встречу всех руководителей территории России, где есть территории в Киеве, основная задача была все-таки обмен той практикой, которая есть, лучшими проектами. И я думаю, что эту работу надо дальше продолжать. И в том числе сегодняшняя наша встреча – это качественная подготовка проекта и достойно участие в всероссийском конкурсе по отбору на лучший проект в создании комфортного городского сезона. У нас очень серьезный представительный состав. Уверен, что это лучшая проектная организация. Генеральный директор Кузнецова Юлия Александровна, я думаю, что вам слово. Продолжение следует...